Есть еще один момент, мы не знаем, мы так очень сильно отошли от вопроса. У нас было объяснение, здесь у нас есть ролик, нам обратилось очень много репортеров, читали. Вот есть информация по поводу убийства, которое произошло на Жуковске, на эти все вопросы. У нас есть видеоролик, который можно показать, пришла мама и горячая. Машинство случилось в 2006 году, в 2008 апреля. В 2007 году, 8 апреля, произошел несчастный случай в нашем городе, на улице Чернышевского. Утром мой сын собрался со своими друзьями на вылазку, отметить праздник и день рождения своего друга. Находясь на природе, неоднократно его другу названивал на телефон один человек и настойчиво требовал о встрече. Человек этот без конца, вернее этот парень отказывался, друг Стаса. Но все-таки тот человек настоял. И уже около двух часов дня, разъезжаясь по домам, ребята решили завести детей и жен домой и поехать на встречу по этому указанному адресу. Мой сын поехал отвозить свою девушку на Северный, а его друзья Полищук и Щигалев поехали по указанному адресу Чернышевского, 32-3, на встречу к этому человеку, который ему звонил неоднократно. Друг его, Стаса моего, Щигалев, позвонил, чтобы после того, как он отвезет девушку, подъехал по указанному адресу и забрал их, потому как они были без автомобиля. А их к этому адресу подвез другой парень, высадив их возле двора, уехал сразу же. Мой сын спустя три минуты со своим другом Романом подъехали по этому адресу, вышли из машины и в ожидании возле двора, когда ребята поговорят и выйдут, ну, заберет их. Но в этот момент они услышали странный звук в виде хлопка. Потом сын поинтересовался, что это был за звук, и они с этим парнем подошли ближе к калитке, она была открыта, и заглянул в промежуток этой калитки. И в этот момент получил пулю. Пуля пробила его левая легкая и прошла на вылет. Но сын был в сознании, он не потерял сознание. Он увидел в этот момент, что в него стрелял Рудик Вова. Больше он ничего не помнит на этот момент, так как его друг забрал, погрузил машину и отвез в больницу для оказания медицинской помощи. После происшедшего Владимир Рудик поехал в 6-й отдел к своему другу Журавлёву. Они очень близкие друзья. И Журавлёв помог ему составить правильно показания, которые бы не противоречили их интересам. Спустя мой сын выжил, прожил ещё полтора года, нигде не пересекаясь с этими друзьями вообще в городе, ничего их не связывало. И спустя какое-то время он поссорился с одним парнем его же возраста. Это был сводный брат одного из друзей этой компании, Кукелев. И так как у них произошла ссора, они подрались в селе Минжинском. На что, как бы это по порядку сказать, младший брат якобы позвонил и пожаловал со своему старшему. И они, созваниваясь со всеми, со своими друзьями всей этой ГОП-компанией, собрались и поехали мстить моему сыну. Решили заехать в соседний двор. У нас там ночной магазин. И они, заезжая во двор, увидели Стаса, скуплявшегося возле двери магазина в окошечко. Он брал сигареты и колу. На этот момент он находился не один, со своим другом Коломийцем. Коломийц тоже был на своём автомобиле, но он был в своём автомобиле, стоял в сторонке. А сын, припарковавшись к магазину, прямо к порогу, делал покупки. И когда он развернулся, он увидел, как, въезжая во двор, группа вот этих лиц на двух автомобилях начали прямо стрелять, ещё даже не подъехавши к нему. Ну, так как он не смог даже дойти до автомобиля, у него в кармане был прострелен брелок, ну, от сигнализации. И покупки так и остались в руках, он так и погиб. Это говорит о том, что его застрелили, даже не вступившись с ним в разговор какую-либо. Они нанесли ему 27 пулевых ранений и ещё сделали контрольные выстрелы в голову. Их было 7 человек. Всю вину на себя берёт Боркин Юрий, который в данный момент пребывает в СИЗО. И второй получил срок 3 года Гаврюшенко, который уже по отбытию срока на свободе, который сам же давал показания, что он делал контрольные выстрелы, выстрелы в голову сыну, якобы уже не живого. Хотя он не эксперт и не медик, как он может это утверждать. Это человек, который ранее судим, приговорён к 5 годам лишения свободы. Срок не погашен и участвует в таком громком убийстве и получает 3 года за незаконное хранение холодного оружия. Он на данный момент, он уже на свободе. Боркин, он получил, в общем суд у нас длится уже 5 лет. Первый суд вела Новикова, рассматривалось 4 года. Непонятно почему так долго, хотя дело не представляет никакой сложности. И всё раскрыто, все сдались, но почему-то дело так долго рассматривалось. И она выносит ему приговор в виде 8 год лишения свободы. Следующий суд, мы подаём апелляцию, апелляция возвращает на новое рассмотрение опять в Никопольский суд. Суд рассматривает Чуприна, который добавляет год, даёт 9 лет в виде лишения свободы Боркину. Мы опять подаём апелляцию в Днепропетровский апелляционный суд. И суд возвращает опять на новое рассмотрение за множеством нарушений и за мягкостью приговора. На данный момент дело находится в производстве Никопольского суда. Дело будет рассматривать Полищук. И хочу сказать, что это группа лиц, которая совершила столь тяжкое преступление, столь зверское. После того, как совершили, они все скрылись из города. И спустя двое суток приехали сдаваться в 6-й отдел, не в город-отдел, в 6-й отдел, где опять же всю дачу показаний им помогли сфабриковать. И им опять же они обратились за помощью к Журавлёву, который помог им составить их показания, которые опять же были бы выгодны им. Я так думаю, что за всем этим стоят правоохранительные органы. Журавлёв, который может им помочь и помогает, наверное, по сей день выйти из этой ситуации. Суды длятся по сей день. Концов края я не вижу, потому как всё это видно как факт, но доказать обратное я не могу. Но это видно. Дело в том, что ещё все показания, все показания по делу идут со слов самих обвиняемых, которые потом, по сути, переквалифицировали свидетели. И хочу ещё добавить, что я хочу, чтобы такие люди, как Журавлёв, не работали в правоохранительных органах. Да, он уже и не работает. Но чтобы они не занимали такие поста, и депутатами были, которых мы выбираем. Я обращаюсь ко всем гражданам. Мы сами их выбираем, а такие люди помогают преступникам. Поддержите меня, пожалуйста. Мне бы не хотелось, чтобы такие люди у нас были в депутатах. Закон ограничений не существует. Спасибо всем большое. Надеюсь на понимание. Ну если брать составляющую эмоциональную, понятно, что человек разуверился, понятно, что любое решение, любое решение суда будет, с точки зрения матери, неадекватным. И все будут обвинять, чтобы все очень сильно дали. Вопрос только в другом. Ну, я просто вам показал эту информацию. Ну, просто она поступила. Есть репортаж в газете. Я сожалею, что Виталия Юрьевича здесь нет. Смысл в чем? Ну, как бы я говорил, о том, что расставил нам наследие, и все было хорошо. Это, я говорю, наши все бандитские развлоки, которые закончились. Убийство, к тому же, дилиционера Барабаша, да? Учальника угромного рода, все расстроили. До сих пор никто не понимает, кто это сделал. То есть наследие там доросит. Сколько у нас резонансных убийств, которые было? Ну, и Казатин Дмитриевич, понятный эмоциональный человек, который, ну, на него вообще тренировались по поводу, как изгонялись в методах убийства. То есть здесь, я думаю, ситуацию понятна. Есть определенные нормативные, там, да, юридические вопросы, да? Если человек признает свою вину, то говорить о том, что там стрелять из трех пистолетов одновременно, он не может, это мы тоже реально понимаем. О том, что там суды принимают какие-то решения, да? Но вопрос это судов, вопрос, когда произошло убийство, два человека погибли. Сейчас даже не было говорить о том, кто прав, кто виноват, кем они были, не столь важно. Говорить о том, что статья должна быть хранение оружия, это, наверное, тоже не совсем правильно суд принимает решение. Ну, вопрос, насколько правильно требования прокуратуры 10 лет, я не знаю, это вопросы прокуратуры, но у нас сколько там, максимальный срок ареста, сколько, 15 лет, там, пожизненный, да, вопрос. Ну, вопрос, да, зачистщик, в любом случае должен был пострадать человек, который был организатором данного, а все остальные должны понести бы действительно тяжелое наказание. Я считаю, там, да, 10 лет, это тот минимум, который нужно было давать. Но это моря, я не знаю, мы в это не можем включаться. Вопрос просто фанализировать права матери. Значит, может быть много, я не знаю, кто эти ребята, почему, ну, то есть, да, вопрос, но банальное убийство. Первый вопрос, что до сегодняшнего дня, 5 лет прошло, парню 23 года, до сегодняшнего дня нет виновного человека. Приговоры. И самое главное, что вы говорили о том, что у нас все хорошо, да, и то, что насколько мы законопослушные ребята. Виталий Юрьевич у нас очень часто стал проявляться в потопительных финансах, хотя он вам при нем было все хорошо и спокойно, да? Мне хорошо, ладно. Официальный лиц, начальник уголовного розыска, как же можно назвать это хорошо? Убийцы за сегодняшний день по моментам. Да? Он на почетной доске памяти павших сотрудников милиции, в основном управлении на аллее памяти, по секундочку, начальник уголовного розыска в городе. Все было хорошо, все было спокойно. Парусь в белой дня, 27 мысли, с контрольными. Посреди живых домов, все знают где-то, да? Все знают где-то, да? Вокруг живых домов. Дома живые, это детали, что-то, 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 это во дворе возле детской площадки. Расстрелять в 2008 году, расстрелять... Кто вон них? Послушайте, даже сейчас не будем говорить. Просто расстрелять человека. С работничьего ружья, расстрелять с контрольными, расстрелять. Ну, знаете, если это все нормально, народного депутата, мэра города, обливать, резать, убивать 10 раз, нормально. Молодого парня забить в подъезде битами и умер в бомице, нормально. Иметь помощника в криминале? Нормально. Что? Нормально. А теперь расскажите ей, да? Вот она говорит. Скажите, как такое может быть? Для нее ее сын самый хороший, самый любимый всегда будет. Он самый прав. Может. Все понятно. Как это? Тогда вопросов нет. Никто не давал права забирать жизни. Вот они весь ответ. Возбождайте все спокойно. Я просто вам его показал. Я думаю, что это моя эмоция. И вы уж извините, может быть. И этого понять довольно-таки сложно. Опять же, мы можем долго рассуждать по поводу всего остального, что нам плохо живется, что сейчас все так. И у нас сегодня нужно пикетировать, правильно? И у нас сегодня по городу людей не стреляют. Как животных, да? Не убивают. Правильно? Вот просто попреди города, попреди детской пункты в домах. Поэтому я думаю, какие-то есть изменения, да? А вот вопросы еще остальные. Давайте мы посмотрим. Статья тяжелая и сам выступление тяжелое. Я, знаете, долго думал там. Я, честно говоря, до конца его не досмотрел. Я, в любом случае, еще сомневался показать, не показать. Но человек пришел и просил, чтобы его увидели. Ну, крик на помощь. Честно говоря, мне было тоже тяжело. Я посмотрел только на час. Информацию я как бы изгалил. Ну, вот мы услышали то, что мы услышали. И я думаю, у нас как бы есть комиссия, которая этим занимается. Резонансное убийство. У нас же все было здорово. Оказывается, у нас в Капида уже идет суд. И один человек с трех пистолетов стрелял. Интересно, да? Ну, согласитесь, да, это нужно рассуждать. Поэтому вот вопрос мы показали. Если есть какие-то мнения, я готов услышать. Если давайте перейдем туда к работе, потому что мы так... Есть еще? Есть комментарии какие-то? Вопросы? Согласен мы с этим. То, что произошло на сессии. Где мать, ну, как бы, вышла там с просьбой. Я не знаю, что это. Ну, я вам скажу, кроме того, как это... Ну, банальная неправда, частичная. Я думаю, что не на сессии должны были решать вопрос правомерности, неправомерности. Кто, кого, как жил или как что случилось. Вот. Мне, как бы, оно... Я скажу вам просто по себе. Всему должны давать оценку правоохранительные органы. Те, которые занимались этой ситуацией. Вот. По мне... Ну, я читал эти публикации. Ну, все пишут. Все преследуют какую-то цель. Какую цель они преследуют, я вам... Сами, наверное, поймете. Вот. Я знаю одно, что... Мать, ну, не до конца, правда, это все сказала. Вот. Вообще, если так вот правильно сказать. На сессии должна... Матери было ответить мой адвокат. У меня на тот момент, в моем деле, когда было, что касается на Пасху, адвокатом была Иврина Елена Львовна. Вот. Она является ныне депутатом горсовета от партии регионов. Это очень уважаемый человек. Я, честно, я до сих пор в недоумении, почему она смолчала. И дело в том, что она могла разрядить эту обстановку еще на сессии. Она могла дать свои комментарии, так как она его видела, ну, согласно... Как участник дела, участник тех событий. Она его не сделала. Вот. Для меня вот это, вот, конечно, вопрос. Вот. По поводу матери, ну, я полностью согласен. Для любой матери ее сын всегда будет оставаться лучшим. Всегда будет оставаться это. Ну, это же уже так, как бы, в жизни заведено. Вот. То, что опубликовали в новом репортере, я вам скажу, во втором номере, вот. Ну, оно действительно соответствует действительности. Пусть оно даже мягко написано, но оно соответствует действительно. Я сейчас не собираюсь давать оценку кому, кто, как. Там действительно молодые парни. Я, кстати, я вам скажу, я с многими из них вырос и дружил. Вот. Что произошло, знаете, я думаю, что этим всем событием может дать оценку, ну, только там выше. По поводу Журавлева, ну, знаете, дело в том, что в событии, которые происходили в 2007 году на Пасху, Журавлев Виталий Юрьевич не имел никакого отношения. Вообще никакого отношения. Это как бы раз. Там действительно была прокуратура, вот, она занималась. Даже по отношению ко мне, в отношении меня не было возбуждено уголовного дела. Было возбуждено по факту, а не в отношении лица, ну, если быть до конца. Через год ко мне приехал отец, ну, чтобы вы понимали действительность событий. И истребовали, ну, он приехал, сказал, отдай мне деньги. Я ему достал, на тот момент, 5000 гривен, это было курс 4-7, 1000 долларов, да, он говорит, отдай мне за лечение, я за сына. А сын еще был живой, вот. Мы так с ним обменялись пару фразами. Ну, он схватил деньги, ему было неинтересно, он и побежал. А то, насчет того, что мать пишет, так я, ну, действительно, я вышел тогда с дому, вижу, что, ну, лежит окровавленный. Ну, он случайно получил, через калитку, я действительно не видел этого. Вот. Я помог Роме, да, правильно, там Рома был. Вот. Я даже, не то, что помог, я настоял. Если бы я тогда решительно не настоял бы, ну, молодой человек просто растерялся. Вот. Погрузил, помог погрузить его в машину и отправить в больницу. Вот. Мать об этом как-то не говорит. В отношении того, что там кто-то приглашал кого-то, да никого я никогда не приглашал. Зачем мне приглашать людей, непонятно, с кем я даже лично не знаком. Вы сами понимаете. Вот. Что второй, второй эпизод, то, что происходит в суд сейчас. Ну, мать тоже лукавит. Я знаю, что, ну, как я знаю, из первых заседаний, вот, родителям было выплачено около, ну, я могу ошибаться, около 150 тысяч гривен. Вот. И мать, поверьте, она преследует только форость сейчас, только деньги. Вот. Даже ситуацию, вот мне рассказывали, что в Днепре на апелляции мать со своим адвокатом заявили, что она онкобольная. Там чуть ли не носил, как надо ее увозить. Выходя из зала суда, начала, ну, в прямом смысле слова, рыготать. Даже человек, который там секретарь, еще сказал, говорит, я, говорит, недоумение. Это ж все есть, это ж люди видели, это слышали. Для чего она это говорит, я не знаю. Вообще, что побудило ее сейчас так сказать, я... Ну, одно я вам скажу точно, что и с полком, сессия, это не место, где обсуждаются вот такие вот дела. На протяжении последнего года я направил городскому главе несколько депутатских обращений с просьбой предоставить мне информацию о расходовании дюжетных средств. На большинство обращений я информации не получил. Но реакция Руслана Ивановича, она оказалась неадекватной. Он попытался оказать на меня давление, вот в том числе с помощью смоделированных ситуаций, как было на последней сессии городского совета. Я заявляю, что никакого отношения к расследованию убийства Лорда и Полищука и ранения Чаплыгина Никопольский обог не имел. Этим всем занималась городская прокуратура и областная прокуратура. Что касается убийства Чаплыгина, то моя позиция изложена в газете «Репортер» и влияние на судебный процесс. Ни один оперативный аппарат просто не может иметь по нашим украинским законам. Это то, что коротко касается обвинения, которые прозвучали в мой адрес. Ну а вообще политика Руслана Ивановича, она мне понятна. Пытаясь оказать на меня давление, он считает, что я прекращу заниматься контролем его деятельности. Ну, этой цели он не добьется. Я буду изучать ситуацию с расходованием бюджетных средств и буду собирать материалы. Часть из них уже направлена, кстати, в правоохранительные инстанции. Ну, конечно, уверен, просто уверен, что и в будущем, и в ближайшем будущем, и впоследствии, Руслан Иванович не оставит попыток меня дискредитировать. Их было уже очень много. Мне вспоминается трехмесячной давности интервью Михаила Аркадьевича Метера, когда он меня обвинял в том, что его пьяным поймали за рулем сотрудники ГАИ пять лет назад. То есть Журавлев виноват, что он употребляет спиртное и садится за руль. Ну, я думаю, не копольчане разбираются в подобных ситуациях. Они и разберутся в политике Руслана Ивановича Токаря. Разберутся в его манере обещать и не выполнять. И они и разберутся в том конечном итоге, куда и как расходуются бюджетные средства. А я буду делать все, чтобы им довести необходимую и нужную информацию. Спасибо. На днях мы с ветеранами органов внутренних дел просмотрели на сайте город Никополь в интернете сессию 34-ю нашего городского совета. Откровенно говоря, вызвало какое-то недоумение у нас, у ветеранов, то, что там поднимались такие вопросы. Ну, мы подумали, что находимся сейчас в Никополе в стадии какой-то пещерно-перебытной демократии, когда депутаты городского совета, или в частности мэр, нашего города, пытаются проанализировать и дать оценку, правильно или неправильно суд вынес приговор по тому или другому конкретному делу. Ну, в частности, я понимаю, что трагедия случилась в одной из семей, погиб человек. Но право суда определять, какой срок давать преступникам, какой выносить приговор. И если бы в каком-нибудь другом государстве власти городские вот так, так сказать, давали такую оценку, что вот мы считаем, что мало, может, 10 лет, а может, я считаю, что надо было и по жизни заключение давать. Каждый имеет свое мнение. Но для этого есть суд. И надо решать вопросы вот такого характера. Не в зале сессионном городского совета, а в судах. Мы ведь идем к правому государству. Второй вопрос. Ну, нас как-то оскорбило то, что попытались выхватить какой-то факт уголовного происшествия в городе Никополь. И, давая ему оценку, привязали сюда почему-то покойного нашего полковника, полковника милиции Барабаша Владимира Викторовича, который в городе был начальником криминальной милиции в то время, когда это случилось. И даже не начальником криминальной милиции в этот день он был назначен начальником Желтоводского ГОРУВД. И, ну, а тут почему-то видно неподготовленность какая-то. Называется, что начальник уголовного розыска. Да и может ли оценивать деятельность, тем более в 12-15-летней давности, человек нынешний неподготовленный, не знающий в совершенстве работу органов внутренних дел, давая оценку, например, полковнику милиции Журавлёву, его служебной деятельности. Я понимаю, что под Журавлёва вот вопрос, этот кино показали в сессии, то есть в зале заседания сессии. Ну, а почему нельзя было показать кино? Ну, как обстреляли редакцию газеты «Городник» или там парня вывезли, значит, тоже поиздевались. Другие вопросы есть. У нас очень много совершается преступлений. И критиковать, значит, милицию за то, что они совершаются, я думаю, это несправедливо. Милиция должна раскрывать эти преступления. И оценка во всём мире деятельности полицейских и милицейских органов внутренних дел даётся не по количеству совершённых преступлений, а по умению их раскрывать. Да, тут ещё, так сказать, можно с фильма «Место встречи» изменить нельзя. Ещё в те времена, значит, многие понимали в стране нашей, что именно такая оценка, то есть с таких позиций должна даваться оценка. Я понимаю, что, возможно, кому-то хочется ещё предъявить какой-то бизнес в городе, и поэтому, значит, выделяют неугодных и подстраивают и повестки дня. Но неужели сегодня у органов местной власти нечем заняться? Ребята, мы вас избирали для того, чтобы в городе решались коммунальные вопросы. Ваше дело сегодня – обратите внимание, почему переполнены мусорные баки, почему не вывозится мусор, почему люки в городе открыты, в некоторых местах понакрываны они либо фанерой, либо картоном, либо пенопластом, того и глядя, что не сегодня-завтра попадёт в этот люк какой-нибудь ребёнок, случится несчастье. И тогда надо будет уже показывать другие фильмы. Мы также обращаем внимание на то, что посмотрите, не надо далеко ходить, если вы ищете себе повестку дня, то рассмотрите вопросы. Подтопление домов, не надо далеко ходить. 300 метров отойдите от исполкома, дом номер 17, дробь 1 по улице Электрометалургов. В подвале вода, трубы уже пришли в негодность. Не надо далеко ходить, подойдите на светофор по проспекту Трубников, поворот на улицу Станиславскую, где при повороте яма полуметровой глубины и каждый день, каждую минуту проезжая водителей, проклинают тех, кто должен заниматься этим вопросом, кто решит, значит, и не решает, попадая вот в эту, так сказать, ловушку для своих машин. Пройдите всего 150-200 метров от исполкома и посмотрите на месте, где было когда-то кафе «Фантазия». Там уже уровень деревьев амброзия растет. Вот этими вопросами сегодня должны заниматься депутаты городского совета, городские власти, а не давать оценку, правильно или неправильно судья Новикова или судья Полищук вынесли приговор. Для этого есть соответствующие юридические станции, которые могут дать надлежащую оценку деятельности этих должностных лиц. Ну, вот, в принципе, мы в свое возмущение от имени ветеранов городского отдела внутренних дел я высказал, если это уже началась какая-то предвыборная кампания, то надо полагать, что оценку в свое время вам дадут и действующим депутатам, и тем, кто будет баллотироваться в кандидаты городских голов, даст общественность не за то, как вы поднимаете, так сказать, популистские темы, а за то, как вы выполняете свои непосредственные функции, на которые мы вас нанимали городской громадой.